Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях. Ну что, друзья мои, пройдемся с вами по последним интересным моментам. Честно, я хотела выйти немножечко пораньше, но вот сегодня, как всегда, получилась рубрика «На ночь глядя». Да, да, друзья мои, честно, каюсь грешна. Легла спать в 7 вечера и проспала до 9. Такое бывает крайне-крайне редко, не помню, когда такое было последний раз. Просто меня вообще срубило. Я сегодня проснулась очень рано, спала буквально 3,5 часа, поэтому к вечеру меня вообще срубило, вырубило после ужина все. Да, друзья мои, поэтому вот так вот поздно. Ну что, почитала я комментарии. Ребят, сегодня так смеялась по поводу комментариев. Даже вот эти комментарии, кто-то там, значит, девчонки писали у меня на YouTube-канале под моим обзором, да, я потом эти комментарии цитировала в Telegram-канале и смеялась. Честно, это было что-то с чем-то по поводу того, что, да, что-то вы зачастили в баню. Но, возможно, там скоро себе сделаете новую снегурочку, да, снегурочку себе сделаете, ребята. Это, конечно, нечто. В общем, вы знаете, что хочется сказать. Для Уралочки баня как нельзя кстати. Там возможность действительно вместе, вдвоем уединиться, да, еще, да. С Сарафаном вместе все хорошо, все прекрасно, но для Сарафана баня это некое проклятие, друзья мои, да. Ну, а с другой стороны, кому сейчас легко? Он сам полез на все это дело. Он сам, значит, как говорится, все это хотел, на все это решился. Поэтому, конечно же, ему теперь и разгребать все это дело. Ну, а Уралочка молодец, пользуется тем, что сейчас у них пока нет горячей воды дома, как она говорила. По этой причине Сарафан топит баньку, ну, а Уралочка наслаждается процессом. Ребят, мне так было смешно, вот пишут, да, ой, что-то у Сарафана грустный взгляд, что-то, вот, знаете, у него грустный взгляд. Наверное, потому что понимал, что бани ему не избежать, ребят. И по этой причине, конечно же, тоже понимал, что, да, все, как говорится, куда, куда, куда ни кинь, уже везде все поздно, все, пиши, пропало, да. Уралочка рядом с ним, и бани ему действительно не избежать. Но, на самом деле, я очень согласна с одним комментатором, которая написала, у него всегда рожа перекошенная, нет настроения, не показывайся в кадре. Друзья мои, я согласна, я об этом говорила всегда, что у Сарафана всегда выражение лица такое, словно он только что сожрал лимон, да, вечно недовольный, вечно вот это недовольное выражение лица, вечно, знаете, такое впечатление, что он выходит к зрителю, делает зрителю одолжение. Он никогда не с хорошим настроением не выйдет, да, у него рожа меняется только тогда, когда он садится за жрачку. Все, друзья мои, только тогда, либо тогда, когда приходит им халявная какая-нибудь реклама. Тогда, друзья мои, он прям расплывается в улыбке или какие-то, знаете, посылки, подарочки, которым они привыкли от подписчиков, да-да, как хорошим людям. Ну, мы же все это прекрасно понимаем, да, а так он никогда, он не может выйти к своему зрителю, да, он не может показать, что он действительно рад тому, что он выходит. Ребята, вот знаете, это вот настолько имеет все-таки большое значение, вот согласитесь, да, поэтому я всегда говорю, вот я когда выхожу к зрителю, я всегда стараюсь выйти с хорошим настроением. И ведь никто не знает на самом деле, да, может быть, у меня кошки скребут, может быть, я плохо себя чувствую, может быть, еще что-то, но я себя перебарываю, выхожу и всякий раз пытаюсь, так скажем, да, помимо какой-то интересной информации, еще и принести своему зрителю хорошее настроение, улыбки, да, хорошие добрые слова, благодарю своих зрителей и так далее. Это на самом деле дорогого стоит, потому что вот посмотришь на некоторых блогеров, да, и видишь, что они вообще, вот, знаете, как-то относятся к этому абсолютно по-другому, да, вышли, вот, что, туда-сюда, мне всегда хочется у них спросить, если у вас хреново все в жизни происходит, да, если у вас плохое настроение, как я всегда говорю, какого черта вы вылезаете на ютуб, в социальные сети, зачем, мне просто интересно, да, это вот как поберуха у нас выйдет на стрим и сидит вечно там, то у нее срачка, то болячка, то жопа болит, то писька болит, то хвост отваливается, то лапы отваливаются, да, друзья мои, то лапы ломит, то хвост отваливается. Точно так же и здесь, то одно, то другое, то третье, и всегда сарафан с недовольной рожей, всегда, ребят, не с лицом, а именно с недовольной рожей, никогда не поблагодарить своих зрителей, незачем, он будет усираться с хейтерами каждый божий день, вот скажите, пожалуйста, да, опять же, опять же, ты блогер, ну так, на минуточку, ты же должен что-то нести, да, людям, за что тебя твой зритель должен уважать, я думаю, ответ на этот вопрос даже сам сарафан не знает, хотя нет, друзья мои, с другой стороны, это те люди, которые постоянно пытаются убедить общественность, да, убедить людей в том, что они добрые, в том, что они очень хорошие, и в том, что они прекрасные люди, ну что ж, как говорится, собственно, ничего удивительного, поэтому то, что сарафан выходит каждый день с кислой миной, это его привычное состояние, вспомните, он даже на какие-то праздники никогда не соизволит поздравить зрителей, да, с нашими праздниками, с нашими праздниками, которые принято у нас в стране отмечать, нет, он даже своих хомяков никогда не поздравит, что уж там говорить про всех остальных, в общем, с сарафаном все понятно, честно, мне вообще плевать, грустный он, не грустный, слишком много чести, чтобы я ему уделяла внимание, да, на его настроение, мне плевать с высокой колокольной. Далее, друзья мои, мне понравился по этому поводу комментарий на моем канале «Сафарка в темноте бани увидел горбатую гору». Горбатая гора, да, и был в шоке, но потом появилась она, ясноокая, красавишна Ольга, но было поздно, полшестого. Ребята, я валяюсь, спасибо вам за такие смешные, прикольные комментарии, кстати, огромное спасибо моим зрителям, которые тоже создают настроение, вместе со мной я участвую, я там скидываю постоянно голосовые сообщения в телеграм-канале, у нас очень активно идет общение, молодцы, ребят, спасибо огромное, очень приятно там тоже находиться. Далее, друзья мои, пишут мои зрители, да, так, главные металлурги Ревды пошли смотреть салют, для Абдугани самое то развлечение, выстрелы салюта перед сном, многоточие, спокойной ночи, Абдугани, мама Ольга и папа Сафарбек, так стараются тебя вылечить, многоточие, снова придется всей семьей идти рисовать слоников, ребят, офигенный комментарий, согласна, об этом я тоже сказала в своем предыдущем обзоре, зрители тоже по этому поводу писали, если честно, вот этих, знаете, телодвижений вообще не поняла. Если вы, да, это вот все равно, что человек, значит, пошел куда-нибудь там, как правильно называется, клуб, да, анонимных алкоголиков, да, записался в этот клуб, значит, вот они провели там очередную, да, какую-то свою лекцию, да, а после лекции, значит, вот тот человек, который как раз-таки проводит эти лекции, да, так скажем, он пошел их и пригласил всех в пивнуху, а давайте отметим первый день лекции, да, и так каждый день, ну или все равно, что ты там села на диету, да, с диетологом, значит, вот как раз-таки проходишь какой-то определенный курс, да, ходишь там, консультируешься, смотришь туда-сюда, а потом после диетолога сразу же идешь куда-нибудь в кондитерскую, заказываешь себе огромный кусок торта, либо целый торт, да, здесь то же самое, то есть вы говорили о том, что вы пошли с ним и к неврологу, да, и к психологу, и туда, и сюда, и вовсюду вам сказали за два часа строго до сна вообще ничего не должно быть, ни телевизоров, ни гаджетов, ничего, да, никаких-то азартных игр, ничего, то есть он должен успокаиваться, и вы его на ночь глядите, тащите на салют, на ночь глядя, да, тащите на салют, зная прекрасно, что он боится вообще любого шороха, любого движения, любого резкого звука, ребят, это все мы видели прекрасно, это не наши какие-то там, да, мы какие-то додумки, это мы все видели, потому что мы с вами каждый день смотрим ролики уралки и сарафана, вот действительно, снова придется всей семьей идти рисовать слоников, правильно, да, уралочки, как всегда, будут самые красивые, самые большие слоники, друзья мои, далее пишут, как же таджик боится слова банька, естественно, потому что помимо слова банька, да, там есть еще и последствия в виде, как говорится, продолжения банкета в виде нашей малоешки красопетовны, друзья мои, да, о, ну и вот этот комментарий, ребят, про укроп, вы знаете, меня, я сегодня, когда этот укроп опять смотрела, как она его там активно, знаете, прям так резко нарезает, нарезает этот укроп, рубит его практически, да, так все делает резко, как-то вообще грубо, пишут ей, Оля, а ты укроп моешь, а листаракашками режешь и друзьям кормишь, это ей написали на ее канале, вы знаете, я вообще, если честно, вот этого юмора не понимаю, нахрена резать так мелко вот этот укроп, да, его так мелко можно нарезать перед тем, как ты его пытаешься там, допустим, заморозить, но предварительно ты должна его хорошо помыть, хорошо помыть, нафига его нарезать мелко, 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 словно ты пытаешься дать курам, да, так вот, друзья мои, и складываешь в пакет, а потом я отдам там братьям сарафана, да, это ж нафига, а потом им придется это все еще и мыть, да, и так далее, гораздо проще, отдал целиком этот укроп, и пусть они там сами, да, обрезают, намывают, делают, как им надо, не, уралке плевать, вот как считает нужным, так и будет делать, далее ей пишут, у вас же есть церковь, да, ну не одна, естественно, конечно же, да, увезите излишки овощей и будет замечательно, вот, кстати, ребят, ей же действительно хороший совет дали, да, то есть ты постоянно говоришь, не зная, куда деть зелень, не зная, куда деть овощи, да, не зная, куда деть, то ли выбрасывать эту зелень, зачем выбрасывать, ведь есть люди, которые действительно нуждаются, да, ты же рассказывала о том, что, ой, там, в прошлом году, помните, она рассказывала, там сидели какие-то бабушки на скамейке, да, я им тогда раздала, да, зелень, да, туда-сюда, да, все на свете, да, каждый год она там кому-то все раздает, раздает, и каждый год потом она задается вопросом, не знаю, то ли выбросить, то ли кому-то отдать, в смысле, ну, если ты знаешь, что у тебя есть такие соседки, есть бабушки, уже достаточно пожилые, которым уже в силу возраста, да, сложно держать какую-нибудь дачу, сложно держать, да, заниматься вот этим физическим трудом, опять же, да, какие проблемы, если ты знаешь, если эти бабушки живут в твоем доме, в котором ты живешь уже миллион лет, ты что, их знать не знаешь, ну, как ты можешь их не знать, да, ну, так отдаваем тогда на постоянной основе, почему бы, собственно, и нет, вот это было бы хорошее такое благое дело, да, опять же, у человека, может быть, лишних денег нет, лишней копейки нет, да, а ты тут, бац, приехала с овощами, с зеленью, да, угостила, вот это действительно хорошее было бы дело, а так говорить, ну, не знаю, то ли учительнице отдать, то ли выбросить, да, то ли, значит, выбросить, то ли братьям Сарафана отдать, ну, тоже интересное кино, друзья мои, в общем, да, Уралочка продолжает нас удивлять, а вместе с Сарафаном продолжает опять, опять отвечать хейтерам, да, без нас, без хейтеров они свою жизнь даже не представляют, посмотрим, что там будет дальше, друзья мои, мне просто очень интересно, да, чем все это дело закончится, как вообще все это будет дальше, ну, в общем, какие будут какие-то, может быть, новости, что-то, может быть, будет интересное, ну, а пока, собственно, что мы наблюдаем, друзья мои, ничего нового, дом, кухня, вот эти дача, парники, теплицы, все на свете, все одно и то же, абсолютно все одно и то же, то есть контент у них вообще, конечно, оставляет желать лучшего, ребят, ну, честно, я, конечно, понимаю, что хомяки мне могут написать, вот, не нравится, не смотри, я вынуждена это смотреть, потому что я делаю обзоры на них, и здесь, как говорится, без комментариев, друзья мои, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, да, очень надеюсь, что после этого салюта все-таки Абдугани придет в себя, и ему не потребуется еще одна психологическая помощь, ребят, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч!